Всем привет! Вы снова на канале Skyward. С вами я, Вадим. И я сегодня познакомлюсь с третьей частью 20-й главы романа Эрих Мария Ремарка «Земля обетованная». Предпоследняя глава этого романа. В гостиницу я возвращался довольно рано и вдруг понял, что у меня прорва времени. Именно прорва. То есть не такого времени, как можно чем-то заполнить, а как бы пропасть, дыра. Я не сразу пришел к себе и вообще вспомнил, где я. С газетного листа на меня глянула фотография. В глаза бросились знакомые названия улицы площадей. Мгновенно заполнив память звуками привычного уличного шума. Словно кто-то в моем сердце выкрикивает названия и имена, как объявление на полустанке. Из потустороннего мира. На невзрачном, сереньком, призрачном вокзальчике, где в сумеречном зале ожидание вдруг вспихивает электричество, заполоняя все вокруг зеленовато-белесым кладбищенским светом и гулким эхом голосов. Беззвучных, но преисполненных почти непереносимой скорби. Никогда бы не поверил, что вот так на улице среди автомобильного шума, свете сотен витрин, можно буквально врасти в землю, ничего вокруг не замечая, ничего не чувствуя. Только шепча, немевшими губами имена, сгинувшие, быть может, и мертвые, бесплотные имена, каждая из которых вонзалась в сознание шипами безутешной скорби. А за ней всплывали лица, бледные, горестные, но неукоризненные. И глаза, которые все вопрошали, все молили без конца. Только вот о чем же? О чем? О своей жизни, о помощи, помощи кому как, о памяти, по мечте, о ком? Или об отомщении? Я не знал, что им ответить. Оказалось, что я стою перед витриной кожгалантерейного. В витрине красовались чемоданы во множестве, расставленные и уложенные в искусственные пирамиды. Я смотрел на них, будто впервые видел, вопрошая себя, откуда они появились. Кто разложил их с таким искусством и тщанием, словно только в этом и есть единственный смысл существования. Кто эти люди? Как они живут? Где, в какой тиши и благодати обитают? В каких заводях мечанского уюта мне их найти? Мне, вечному изгнаннику, заложнику собственной вины и памяти, гней мне их встретить, чтобы согреть заледеневшие ладони над прирученными костерком из блаженного неведения. Я гляделся вокруг, люди шли мимо, кто-то подтолкнул меня и сказал что-то, я не понял слов. Я смотрел на чемоданы в витрине, эти символы беззамотной дорожной жизни, комфортабельных путешествий, давно забытых мной пассажирских радостей. Мои-то путешествия всегда были бегством, и кожаные чемоданы были бы в них только помехой. Да и здесь. Сейчас я тоже всего лишь беглец, хоть бежать дальше некуда. Да и нету сил, но всегда и повсюду в этот осенний вечер я вдруг ясно осознал, я буду бежать от самого себя. Бежать от того безумца, что поселился во мне и упьет об отомщении. Не зная иной цели, иной задачи, кроме как разрушить то, что разрушило мою жизнь. Я уклонялся от встречи с ним, доколе возможно. Я буду и дальше избегать этой встречи по мере сил, ибо знаю, что смогу воспользоваться его неистовством лишь однажды, свой час, но никак не раньше, иначе от меня самого искром сает в куски. И чем шире вновь раскрывался передо мною окроваливанный и стерзанный войной мир, тем неотвратимее приближался миг моей личной расплаты. Погружай меня в темный мрак, бессилия перед моим же деянием, о котором я знал только одно. Оно неименумно должно случиться, чтобы при этом не случилось со мной. «Тебя тут кто-то ждет», — сообщил Майков уже больше часа. Я осторожно заглянул в плюшевый бадуар, но заходить туда не стал. «Полиция?» — спросил я. «Да не похоже. Говорит, вы давно знакомы». «Ты его знаешь?» — Майков покачал головой. «Первый раз вижу». Я все еще медленно. Я был сам себе ненавистен из-за своего липкого испуга, но я знал. От этого проклятого эмигрантского комплекса мне уже не избавиться никогда. Слишком крепко он во всех нас засел. Наконец я вошел в плюшевый бадуар. Из-под паль на встречу не поднялась знакомая фигура. «Людвик, бог мой, Зигфрид, ты жив? Как теперь тебя звать величать?» «Да все так же. А твоя фамилия теперь Зоннер, да?» Обычные вопросы людей, встретившиеся на погосте жизни и с изумлением обнаруживших, что Костлявый, оказывается, пощадил обоих. С Зигфридом Ленца мы повстречались еще в Германии, в концлагере. Он был средней руки рисовальщиком и играл на пианино. Оба этих умения спасли его от выстрелов в затылок. Он давал уроки музыки детям коменданта лагеря. Комендант экономил деньги на обучении своих чад, а Ленцу сохранял жизнь. Надо ли говорить, что преподавал Ленц в черепашьем темпе. Ровно настолько быстро, чтобы не вывести коменданта из терпения. И ровно настолько медленно, чтобы продлить свою жизнь как можно дольше. Играл он и на товарищеских вечеринках эсэсовцев и штормовиков. Разумеется, не партийные песни, поскольку он был евреем. Это было бы неслыханным оскорблением арийской расы. Но разухабистые марши, танцы, мелодии за период, дабы лагерные охранники, получив свой даровой шнапс, наградуя то, что недоблестно пытали и избивали евреев, могли на досуге в волю повеселиться под музыку. Коменданта перевели. На смену прибыл другой, без детей. Но Ленцу опять повезло. Новый комендант прослышал, что он не только музыкант, но еще и живописец, и приказал заключенному написать свой портрет. Опять Ленц работал в черепашьем темпе, стараясь продлить себе жизнь. Когда портрет был почти готов, коменданта повысили в звании. Он получил новый мундир, и Ленцу пришлось рисовать форму заново. Потом он увековечил всех лагерных начальников подряд, одного за другим. Он запечатлел в красках жену коменданта и жен всех лагерных верхушки. Это была живопись не на жизнь, а на смерть. Он нарисовал врача, который должен был сделать ему смертельную инъекцию. Рисовал еще у кого-то. И так без конца, покуда его не перевели в другой лагерь. И уж с тех пор я ничего о нем не слышал. Честно говоря, я думал, что в этой с кистью не перевез гонки со смертью он давно уже сгинул в крематории и почти забыл о нем. И вот он стоял передо мной, живой и во плоти, толстый, с бородой, изменившийся почти до неузнаваемости. «Зачем ты тросил бороду?» спросил я, лишь бы спросить что-нибудь. «Ха! Чтобы сбрить принадобности», ответил он, удивляясь столь идиотскому вопросу. «Ты же сразу становишься почти неузнаваем. Большое преимущество, если надо срочно бежать и скрываться. Разве плохо всегда иметь в запасе такой козырь?» Я кивнул. «Как ты выбрался-то из лагеря?» «Отпустили. Комендант-то дружил. Хотел, чтобы я запечатлел свою семью, включая деда с бабкой и близких друзей. Ну, я и рисовал. А когда последний портрет был почти готов, смылся, иначе он меня опять в лагерь бы засунул. А потом бежал без оглядки до самой Франции. А во Франции?» «Рисовал?» Невозмутимо ответил Ленц. «Я и в Германии людей, которые меня по ночи прятали, тоже рисунками благодарил. На настоящий портрет одной ночи мало. Времени хватает разве что на акварель. А на границе запечатлел в карандаше французских таможенников. Ты даже представить себе не можешь, какие чудеса творят иногда с людьми. Плохое искусство. Художник из меня никакой. Я просто мазила, способный почти фотографически ухватить сходство. Ван Гог и Сезанн, скажу я тебе, не в жизни перешли бы границу, а мне еще и бутылку божали с собой выдали и в дорогу. Подробно объяснили. Я провел с этими таможенники поистине трогательную рождественскую ночь. Они радовались как дети, что принесут женам такие подарки. Прошел Майков и, ни слова не говоря, водрузил на стол бутылку водки. «Я бы божали выпил, если б нашлось», — вдохнул Ленц. «В память о Франции. К тому же водку я не пью. Организм принимает». «Нет ли у нас часом божали?» — спросил я Владимира. «Ха, у господина Рауля, кажется, есть. Могу позвонить и предложить ему обмен. Очень нужно?» — сказал я. «На сей раз очень. Думаю, даже шампанское нам не помешает. Это такая встреча, когда начинаешь верить в нормальные чудеса. Не только в средневековой». Я снова обратился к Ленцу. «Ну, а во время войны тебя во Франции, конечно, сцапали». Ленц гивнул. «Я как раз рисовал в Антибах. Хотел заработать на испанскую и португальскую визу. Только я ее получил, тут меня и схватили. Но через пару месяцев выпустили. Я выполнил темпер и портрет коменданта лагеря. Меня сложно было освободить. У меня ведь уже имелась виза». И вернулся Майков. «С наилучшими пожеланиями от господина Рауля. Все мы только странники на этой кровавой планете». Так он просил передать. Владимир откупорил бутылку шампанского. «Господин Рауль тоже эмигрант?» — поинтересовался Ленц. «Да, только весьма своеобразный. А как же ты сюда перебрался?» «Зигфрид». «Из Португалии. На грузовом корабле». Я махнул рукой. Нарисовал капитана первого и второго помощника. «И кока», — дополнил Ленц. «Кока даже дважды. Это был мулат, и он фантастически готовил тушеную баранину». «Американского консула, который выдал вам визу, вы тоже рисовали?» — спросил Майков. «Его как раз нет», — живостью возразил Ленц. «Он выдал мне визу, потому что я предъявил ему справку об освобождении из концлагеря. Я все равно хотел его нарисовать, просто из благодарности, но он отказался. Он коллекционирует кубистов». Майков наполнил Балкава. «Вы до сих пор пишете портреты, полюбопытствовал он. Иногда, когда нужда заставляет. Просто поразительно, сколько велика любовь к искусствам, душах чиновников, пограничников, охранников, диктаторов и убийц. Демократы, кстати, тоже не исключение». «А на пианино по-прежнему играешь?» — спросил я. Ленц посмотрел на меня грустным взглядом. «Не часто, Людвиг. По той же причине, по которой и рисую лишь изредка. Было время, когда я всерьез надеялся кем-то стать. Азарт был честолюбие. В концлагере все кончилось. Не могу я теперь одно от другого делить. Мой скромный художественный талант затоптан слишком многими жуткими воспоминаниями, все больше смертями. У тебя этого нет?» Я кивнул. «С этим у всех одно и то же, Зигфрид. Верно, все-таки для эмигранта музыка и живопись куда более выгодные занятия, чем писать романы или стихи. С этим вообще никуда. Даже если ты был хорошим журналистом. Так ведь? Уже в Европе, Голландии, Бельгии, Италии, Франции, да и повсюду язык становится непреодолимым барьером. «И ты все равно, что не мой, верно? С тобой ведь тоже так было?» «Было», — согласился я. «Как ты меня разыскал?» Ленц улыбнулся. «Ха! Правила страстного пути все еще действует, даже здесь. Земля слухом полнится. Одна женщина, кстати, очень красивая, дала мне твой адрес в русском ночном клубе. И это при том, что я даже не знал твоей нынешней фамилии. На секунду у меня перехватило дыхание. «Какая женщина? Как зовут?» «Мария Феулу», — ответил Ленц. «Я рассказывал о тебе. С моих слов она догадалась, что это, наверное, ты и есть. И рассказала, где тебя найти. А я как раз ехал в Нью-Йорк. Такое вот удачное совпадение. Ну, я тебя и нашел. Ты сюда надолго? Только на пару дней. Я живу в Вестфуде, в Калифорнии. Чем дальше от Европы, тем лучше. В абсолютно искусственном городишке, в искусственном обществе, среди людей, которые делают кино, свято верят, что это и есть жизнь. Одна правда. Это жизнь выносимее, чем настоящая. А настоящей жизни я вдоволь нахлебался. Ты нет? Не знаю. Как-то никогда об этом не думал. Но если та жизнь, которую мы изведали, есть настоящая, то ты, наверное, прав. Ты даже и в этом не уверен? Сегодня нет, Зигфрид. День на день не приходится». Снова появился Майков. «Полнолуние», — объявил он многозначительно. Ленц смотрел, ничего не понимая. «Осеннее полнонуние», — пояснил Майков. «Тревожная пора для эмигранта». «Тревожнее обычного». «Почему?» «Сам не знаю. Эмигранты, как перелетные птицы в клетке, осенью начинают рваться в полет». Ленц огляделся по сторонам и зевнул. Плюшевый бодуар и правда наводил изрядную тоску. «Устал я, что-то сказал, но разница во времени переночевать здесь». «Можно?» — Майков кинул. «На третьем этаже, комната номер восемь. Мне завтра уже возвращаться», — сказал Ленц. «Хотел вот только на тебя взглянуть, Людвиг». Он улыбнулся. «Даже странно, столько не виделись, а сказать почти нечего, верно? Несчастье — жутко однообразная штука». Я пошел с ним наверх. «Ты считаешь, что это несчастье?» «Здесь? Теперь?» «Нет. Но разве это счастье? Жизнь? И ждешь чего-то?» «Вот только чего?» «Вернуться хочется?» «Нет. По-моему, нет. Не знаю. Помнишь, как мы в лагере говорили, пока ты жив, ничто еще не потеряно. Какие же мы были идиоты с этим нашим напыщенным, беспомощным героизмом. Правильнее было бы сказать, пока ты жив, тебя еще могут подвергнуть пыткам. Пока ты жив, ты еще можешь страдать. Спокойной ночи, Людвиг. Надеюсь, завтра утром мы увидимся. «Само собой, Зиферит». Лент снова улыбнулся. Улыбка была горькая, бессильна, почти циничная. «Вот и в лагере мы такой же порой друг друга спрашивали. Только ответить так же было нельзя. Ты знаешь, что мы с тобой, наверное, единственные, кто из этого лагеря вышел живым?» «Наверное. Тоже кое-что правда». «Не кое-что все». Я снова спустился в плюшевый будор. Каким-то ветром сюда уже принесло графиню. Дымчатым облачком кружев, белее лицом она сидела перед большим стаканом водки. «Я делаю все, что в моих силах, чтобы умереть, пристойнее попасть в богодельную», – прошептала она. «Сама положить конец я не могу. Религия возоброняет. Но почему у меня такое железное сердце, Владимир Иванович? А может, оно у меня резиновое? А оно у вас из самого дорогоцелла материала на свете», – ответил Майков почти с нежностью. «Из воспоминаний не слез». Она кивнула, сделала большой глоток. Потом робко спросила. «Но разве это не одно и то же?» – Майков кивнул. «Пожалуй, что да, графиня. Даже если ты счастливые воспоминания и счастливые слезы, особенно если счастливые, он повернулся ко мне и раскрыл свою огромную ладонь. На ней лежала пригоршня таблеток. «Сколько тебе?» – спросил он. «Две?» – ответил я. «Или три? Тебе лучше знать. Это ты у нас, ясновидец. Полнолуние. Возьми три на всякий случай, а две я для графини оставил». Я заснул, но несколько часов спустя проснулся от собственного крика. Я не сразу пришел в себя. Мне снилось бледное, безмолвное лицо. То Сибилы и то, другое лицо в Париже, застывшее, вроде жужжащих мух, а потом другие мертвецы, и среди них вдруг неожиданно мрефило. Я сразу почувствовал себя обманщиком. Обманщиком и живых, и мертвых. Я молча глазел в черную пустоту и судорожно одевался, намереваясь пойти блуждать по ночному городу. Но потом снова разделся и снова стал смотреть вниз, во двор, мысленно оглядываясь на свою жизнь и свои дела, принял оставшиеся таблетки и подумал о Ленце, о графине, которая не может умереть, и о Джесси, которая умирать не хочет. А потом о многом другом и принял еще снотворного, теперь уже из своих запасов. И только после этого медленно, боязливо погрузился в булькающую топкую трясину снов, в тени, из которых столь неотступно преследовали меня, зная, что я беззащитен перед ними, что мне нечего противопоставить им, кроме моего собственного, истерженного и презренного, расколотого я. Это была третья часть двадцатой главы романа Эрих Мария Ремарка «Земля обетованная». На этом я с вами на сегодня не прощаюсь. Мы еще с вами встретимся. Но вот это видео я должен закончить. Всех с нетерпением жду обратно на своем канале Skyward. С вами был я, Вадим. Всем пока, мои дорогие. Всем пока.